Как сказал учитель технологии, именно этот стол нужен для того, чтобы работать с инструментом. О старой жизни здесь напоминает только этот раритет. Школа в поселке Галуха – одна из крупнейших в районе. Здание построили в 89-м году. Больше 30 лет школа не видела ремонта. Сегодня откапиталили все – от электрики до отопления. И это видно даже в мелочах, начиная с фойе. До этого у нас была обувь, которую просто ставили дети, и они были раскиданы. Сейчас-то современная, конечно, раздевалка. Новая столовая, актовый зал, учебные классы. Ремонт коснулся всего здания, а это 3,5 тысячи квадратных метров. Современное оборудование, мебель. Но даже вот детей любого спросили, они сказали, что сейчас школа у нас очень красивая. Телевизор нам подарили вообще. Бусики поставили, сидеть можно. Еще сделали воду, срезали кранчики такие. Она теперь как стала городская школа. Кристина Коваленко – учитель начальных классов. И она сама когда-то училась в этой школе. Сравнивать есть с тем, конечно. Было очень холодно зимой. То есть мы занимались в куртках. Все протекало. У нас стояли везде ведра на полу. Абсолютно везде. Весной вовсе текли потолки. Конечно, наш техперсонал как мог, так и справлялся с этим. Плесень разрасталась. Тоже, конечно, боролись с этим. Но, конечно, сейчас. Это вообще невозможно сравнить ни по одному из аспектов. Это повод вернуться сюда. Еще раз посетить школу свою родную. Но ремонт школы в небольшом поселке не обошелся без скандалов и критики со стороны нескольких родителей. Строительные работы начались в прошлом году. Сдать объект должны были к сентябрю 2021 года. Однако подрядчик не уложился и в следующий срок – январь этого года. Разово начали во всех помещениях производить ремонт. Была осень. Сложность была в том, что пошли дожди. Соответственно, помещения, в которых начали производить ремонт, начали поступать осадки, то есть вода. И произошло, скажем так, частичное замыкание стен и полов зданий. Плюс к этому во время самого ремонта оказалось, что заявленных работы средств недостаточно. На сложном объекте всплывали новые проблемы. В итоге удалось добиться доп. финансирования и начать учебный год в новой школе. Планерки проводились у нас регулярно. Скандальные, волевые. Мы ругались с подрядчиком. Я принимал несколько раз участие. Но 1 сентября нам удалось в новую школу запустить. Ребятишки пошли в учебный класс. Я был на линейке. Все проблемы течи, кровли и всего остального все решено. Подписано стройнадзором. Если какие-то вопросы будут, стройнадзор за это, безусловно, ответит. Сегодня ремонт почти завершен. В декабре строители доделают правое крыло здания и спортивный зал. По словам директора, эти работы не мешают учебному процессу. Кстати, в самой Галухе надеются, что скоро в школу пойдут новые ученики. Дети работников цементного завода, который находится в поселке. Эту школу мы почему еще запустили и наставили на этом? В сельских школах везде есть убывание населения. У нас там цементный завод, который проходит в фазу глобальной реконструкции. И на него поехали специалисты с других уголков нашей страны. И Алтайского края в том числе. У всех есть ребятишки. Будут новые рабочие места и должны быть ребятишки где-то размещаться. И вот школа должна соответствовать критериям. В этом году в классы зашли 163 ученика. А в целом учреждение рассчитано почти на 500 мест. И возможно школа, которая еще недавно была близка к разрушению, в будущем еще примет за свои парты почти полтысячи маленьких жителей Галухи. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.